Торжественный въезд Господа в Иерусалим Остановилась, конечно, и вся сопровождавшая его толпа, подозвав к себе двух учеников, вероятно, апостолов, и Иисус приказал им идти в ближайшее селение. Войдя в селение, которое прямо перед вами, вы тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу. От Матфея 21, 2 и 3. Ученики пошли, нашли у ворот ослицу и молодого осла привязанных, и когда стали отвязывать осленка, хозяева его спросили их, зачем они это делают. Они ответили так, как научил их Иисус, и привели к нему ослицу и осленка, покрыли их своими одеждами и посадили Иисуса на молодого осла. Не в царской колеснице, запряженной конями, въезжал Иисус в столицу Иудейского царства, а на молодом осле, покрытом вместо дорогих попон, изношенными одеждами его бедных апостолов. И в этом, как поясняют евангелисты Матфей и Иоанн, сбылось предсказание пророка, который говорил, «Скажите, чересионовый, сия царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Апостолы в то время не догадались, что все это было предсказано за четыреста с лишним лет, но когда Иисус воскрес и вознесся, тогда только поняли, что это было не случайное событие, а исполнение древнего пророчества, и что они сами, не ведая того, исполнили то, что было предсказано. В книге пророка Исаии сказано, «Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу. Равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Вот Господь объявляет до конца земли, скажите, чересионовый, грядет спаситель твой, награды его с ним и воздаяние его пред ним». Исаия 62, 10-11. А пророк Захария говорил, «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Все, царь твой, грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Захария 9, 9. Захария 9, 10. Взрыв восторга. Близость того момента, когда давно ожидаемый Избавитель вступит в Сион, как Царь Израилев, исторгла из уст многотысячной толпы громогласную благодарность Богу за все чудеса Иисусовой. Благословен Царь, грядущий во имя Господне. Мир на небесах и слава в Вышних. От Луки 19, 38. По объяснению архиепископа Феофилакта, последние слова означают вот что. Прежняя вражда, которую мы имели с Богом, прекращена, ибо не было на земле Царя Бога. А теперь, когда Бог грядет по земле, поистине мир на небесах и потому слава в Вышних, так как и ангелы прославляют то единение и примирение, которое даровал нам едущий на осле Царь Бог. В то время Иерусалим наполнен был несметными толпами евреев, пришедших на праздник Пасхи. Там были и свидетели воскрешения Лазаря, которые, будучи сами поражены этим чудом, не могли не говорить о нем. Они свидетельствовали всенародно, что Иисус вызвал из гроба Лазаря, воскресив его из мертвых. Весть эта быстро разнеслась по городу, и когда народ увидел Иисуса, спускающегося с горы, то вышел к Нему навстречу с пальмовыми ветвями. В полной уверенности, что давно ожидаемое спасение и избавление народа еврейского наконец-то настало, что вот-вот грядущий к ним сын Давидов объявит себя царем Израилевым и спасет их от римского ига, они восторженно кричали «Спасение! Спасение! Благословен грядущий во имя Господне, наш Царь, Царь Израилев!» Благословенно наступающее Царство Отца нашего Давида, Асанна в Вышних. Слово «Асанна» означает «спасение». Евреи употребляли его как восклицание, выражавшее радость при торжественных случаях, подобно нашему «Ура». Поэтому выражение «Асанна в Вышних» от Матфея 21-9 означает желание, чтобы крики радости и восторга были слышны не только здесь на земле, но и в Вышних, на небе, там, где Бог. Епископ Михаил, Толковое Евангелие, том 1, страница 397. В сопровождавшей Иисуса толпе были и фарисеи, но они не приветствовали восторженными криками грядущего Царя Мессию. Злобы на Него кипели их ожесточенные сердца. Они готовы были бы тут же растерзать Его, но боялись народа, который был за Него. И потому, отложив до времени исполнение приговора Синедриона, чувствуя свое одиночество в этой восторженной толпе, они нашли, однако, нужным предупредить Иисуса, что такое народное движение может перейти в волнение, в восстание против законной власти римлян и повлечет за собой ужасные последствия. Подойти близко к Иисусу было невозможно, и вот они из среды народа сказали, или, вернее, крикнули Ему, «Учитель, запрети ученикам Твоим называть Тебя царем, сыном Давида» от Луки 19, 39. «Сказываю вам», — кротко отвечал им Христос, — «что если они умолкнут, то камни возопьют» от Луки 19, 40. «Если вы так бездушны и бессердечны, что не можете понять народного восторга, то знайте же, что в такое время легче заставить камни заговорить, чем их умолкнуть». Продолжение следует... Продолжение следует...